И кров, и стол. В полисаднике под кустами удобно расположился местный бомж. На предложение полицейского пройти в отделение отреагировал без энтузиазма. Не хотел оставлять бутылку. Нет, конечно, все с вами заберете с собой. Все, что ваше, вы заберете с собой. В любом случае. Любят выпить во дворах не только бомжи. Нина Артемова жалуется, что ей не дают спать по ночам. Говорит, даже дворник уволился. Устал собирать тонны бутылок. И никакого покоя нет. Всю ночь орут, орут всю ночь. И молодежь, у нас вообще такого раньше не было. Мы были молодыми. Это сейчас вообще кошмар, какой-то беспредел. Конец света, наверное, будет. Это уж я не знаю, чего. По жалобам горожан в администрации составляют маршрут. Проблемные зоны проверяют сотрудники полиции и наркоконтроля. Это был последний день, когда нарушителям раздавали сувениры. У этого метода слишком слабый результат. Некоторые люди понимают правильно, соглашаются с нами, что в местах общественного пользования нельзя употреблять спиртные напитки. Тем более около детских площадок, где играют дети. И все это они видят. Теперь любителям пивных застолья придется прятаться от чужих глаз. Под запрет попадают парки, пляжи, остановки общественного транспорта. С 1 июля безнаказанно употреблять даже слабый алкоголь можно только в барах или у себя дома. Иначе штраф до 300 рублей. Евгения Белова, Дмитрий Тарасов, ГИС События.